Страна ФМ Я все сейчас расскажу Мить, то не та передача То Лиза одна Знаешь, сколько я хотел, чтобы мы втроем здесь Ты, короче, приходила, а его всегда нет А меня всегда нет Миша, а что ты мне не позвонил? Нет номера моего? Ты понимаешь, в сториз выкладываешь, а номера не даешь Мне недавно звонит человек И говорит Неизвестный Абсолютно, причем мужчина Он мне звонит и говорит, Дмитрий, добрый вечер А я беру, кстати, номера незнакомые А не надо, на самом деле Он звонит, Дмитрий, добрый вечер Вы знаете, что вы самый сексуальный мужчина? Я говорю, серьезно Я говорю, вы ошиблись с номером Вы ошиблись с номером? Передайте ему Я спрашиваю, откуда у вас его номер? А он же в интернете есть Я говорю, серьезно? И я при этом бросаю трубку, потому что я понимаю, что это какой-то либо развод Либо это пранкер Либо еще какая-то хрень В прямом смысле этого слова Ну, в общем, Миша, тебе надо было мне позвонить И все Это не было ты сначала, нет? Не в коем случае Я как мог изменял голос На самом деле, ты знаешь, когда мне так звонят Я обычно говорю, да, это так Зачем так? Нет, действительно Если правда, это правда Но меня просто стали врасплох Понимаешь, я не мог Я как-то так Не в тот момент позвонили Ну, нет Понимаешь, приятно получать комплименты Но когда ты понимаешь, что мир полон подвох Лучше, понимаешь, лучше слиться Смотри, почему ты с нами поздоровался, доброе утро? Ты откуда-то приехал, не из тех широт? Или ты только проснулся? Меня так научил один человек Почему? Потому что первое, что делает человек, когда он входит куда-либо, он говорит здравствуйте На самом деле, этим никого не удивишь Но в любое время суток, если ты говоришь, доброе утро Люди сразу оживают Потому что они обращают на тебя внимание Это прекрасный такой фокус Привлечь внимание Не говоря при этом ничего А ты заметил, как мы, кстати, привлекли твое внимание? Ты вот не просто так вот, знаешь Приход какой-то очередного гостя У нас перестановка для тебя Да, да, да Мы ремонт сделали, понимаешь, в квартире Мы ремонт не успели только сделать Видишь, все понятно Ну, по-первых, побелили все Да, да, да В оранжевый Шикарно побелили Во-вторых, мой любимый обои Мужика какого-то охранника в костюме пригласили Понимаешь, всего Лиза, Лиза, это все твои хрупы дела Ну, я готовилась, понимаешь Я же понимаю, что ты Ты в третий раз приходишь Да, сначала На мою смену В твою смену, да Смотри, у тебя и ремонт, и мужик появился Да, Сашки, какая осень Какая осень Я же приду, наверное, весной уже Ты будешь с коляской тут ходить А мы почему? Мы почему отобинули стол? Что можно было прогуляться? Мы расширяемся, это детская Страна, она должна расти Да, конечно Понимаешь, все-таки Темографический взрыв мы ожидаем Точно По словам президента На самом деле, Минсик нам пришел с кучей новостей С кучей У тебя их лицо С кучей Давай разгребать кучу Доброе утро, я с кучей Ты когда был в прошлом Рассказ в гостях рассказывал про путешествия по Арктике Да А здесь принес уже доказательства А тут уже принес все, практически все, что снимали Практически то, что наснимали, да Мы говорим о новой видеоработке Совершенно верно Как сказать, документальное кино На вершине мира Да Ребят, я горд представить свои новые видеоработы Это мой новый сингл, моя новая песня Называйте как угодно Которой мы готовились не один год, на самом деле Потому что было куча согласований Мы сдружились с такими компаниями, как там Росатом Росатом Мы об этом чуть попозже поговорим, друзья Презентуем клип минут через 20 Пока у нас другая митинная работа Найти и не терять Презентуем еще раз В который уже раз найти и не терять Смотрим, слушаем Телерадиоканал Страна И внутри вечернего эфира двое Миша и Лиза И у них в гостях сегодня Мить Фомин Мить, вот ты пока шла твоя песня сейчас Три минуты с лишним Три минуты с лишним нам рассказывал Сколько длились все эти согласования Да, и это причем еще не все Это краткое содержание Это краткое содержание, да А вот скажи, пожалуйста, а не легче может быть Сейчас будет, может быть, не патриотично, но может быть, эффективнее было бы там Ну, с канадцами договориться, там, побыстренько А представляешь, до Канады сколько надо было лететь? Это еще до Канады договориться, это получать канадскую визу Это вывести всех человек, всех тех, кто был в съемочной команде Согласовать все техническое оборудование Получить на это разрешение Получить, не-не-не, ты что, ты знаешь Учитывая, что я снимал клипы практически Ну, вот по всему земному шару И это была и Греция, и Франция, и Великобритания И США в мае я снимал клип И в Италии, в Монако И где только не случилось В Абхазии, в Москве Я, ну, как бы не понаслышке знаю Вообще, с чем это сопряжено Так, давайте поясним, кто к нам только присоединился Друзья, у нас просто Мы говорим про работу на вершине мира Мы попозже презентуем клип Он давно уже в ротации страны ФМ Просто поскольку ты уж к нам пришел, мы о нем говорим Тут интересно, что у тебя было целое приключение Путешествие по Арктике Совершенно верно, Виза В связи с этим мы просто про это все затронули, эту тему А вообще Арктика тебе как? Это что-то нереальное, новое? Ты знаешь, это стоит увидеть Потому что нигде я такого ландшафта на планете Земля не наблюдал К сожалению, мы не дошли до Северного полюса Потому что мы были частью команды Мы были частью коллектива корабля Которая курсирует строго по рабочим заданиям То есть он что делает? Он колет лед Он, так сказать, в дребезги разбивает все эти двухметровые, трехметровые льдины Для того, чтобы протарять путь Сухогрузом, танкером Все те, кто развозит вот это самое топливо По всему миру По Северному морскому пути Поход прям такой Мы курсировали, ребята, по Карскому морю По Обской губе вдоль поперек Вдоль, в общем, как челнок А почему там? Потому что, оказывается, опи впадая в Карское море Насыщает его пресной водой И оно как никто другой мерзнет И там нужен ледокол А выше, оказывается, там не особо Ну, потому что там уже вода морская Абсолютно верно Но я могу сказать, что Этой недели пребывания в Карском море Мне хватило для того, чтобы еще раз осознать Вообще, насколько у нас огромная планета Земля Что она нифига не перенаселена Посумею вас уверить То есть еще до этого очень сильно далеко Обгромные масштабы, гигантские Совершенно не освоены Не освоены еще пока воды И здорово, что наша страна Она, так сказать, в приоритете у этих окраин Почему? Потому что там, вы знаете Там можно всего и добивать И строиться, и существовать Я так понимаю, что достаточно долго и успешно Чем мы в итоге и занимаемся Митя, но вопрос такой Ты вот сказал, что не просто так Мы там, знаешь, на солнышке в минус 20 лежали Нет У каждого была своя задача Совершенно верно С частью команды Да То есть не просто вот это в 12 потянулся И с каюты повышен Нет, ты что И кубрик почистить И картошку И на вахту Что ты делала, да Что мы делали? Во-первых, каждое утро Мы просыпались в 4 часа утра Почему? Потому что уже был рассвет Почему? Оператору нужен был правильный свет И нужно было солнце К сожалению, с погодой нам не повезло Там все время были то какие-то, значит, то снег То какой-то, значит, мелкодисперсный Такое какое-то облако около нас светало То, значит, какое-то молоко То туманы И, по сути дела, мы того самого солнечного дня Мы не получили Мы все-таки надеялись, что каждый раз Вставая в 4 часа утра Мы получим те самые погодные условия Которые позволят нам действительно снять какие-то красивые кадры Мы их сняли Но когда мы видели, что в 4 часа утра Все как бы так заволочено Поволокой Мы спокойненько ложились обратно спать Просыпались уже к завтраку Завтрак был в 8 часов утра Мы со всей командой завтракали успешно И разблюдались по своим делам Но что мы делали? Мы сняли весь ледокол изнутри Мы сняли, как живет экипаж Мы сняли, кто чем занимается Мы сняли экологические направления ледокола Потому что ничего нельзя выбрасывать Мусор сортируется Утилизируется Все водные Все то, что используется Вся вода Все внутренности Мы исходили вдоль и поперек И я могу сказать, что все 100 членов экипажа Прониклись к нам какой-то любовью Потому что сначала, конечно, они так присматривались Какая-то съемочная команда Ну, Фомин там приехал Потом мы стали узнавать друг друга Мы как-то подружились И в конце концов, знаете, я решил Это не было запланировано Я решил в музыкальном салоне ледокола А там есть и спортивный зал, и бани Тренажерный зал И библиотека, и лаунж Я решил в музыкальном салоне Дать свой первый в своей жизни За 21 год гастрольной деятельности Концерт в открытом море За полярным кругом Я много где выступал, ребят Я выступал и в Мурманске, и в Норильске И в Лабытнаге И, значит, и в Салихарде Везде-везде Но чтобы выступать в открытом море На ледоколе На ледоколе практически Ну, что называется, на открытой воде Никто из российских артистов еще не выступал И более того, из Миралых, наверное, тоже Митя, а то слышали тебя в итоге медведи и моржи Белые Мы уже после рекламы будем обсуждать и слушать Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну 18 часов 22 минуты Лиза Галина Майквойс, конечно, Митя Фомин Главный герой этого часа У нас эти арктические заметки Приготовьтесь, залезьте под одеяло Накройтесь пледом Сейчас будут арктические истории Сейчас нам расскажут, кто такая Оля из Мурманска Оля на ледоколе Причем тут балет Чего испугался Митя там И как это все взаимосвязано И почему там сухой закон, пожалуйста Да По порядку Оля на ледоколе Оля на ледоколе Слушайте, мы там Я уже сказал, что мы там снимали влог И одна из серий, кстати говоря Барксика Посвящена Оле Значит, это милейшая женщина Оля Она служит на ледоколе уже Практически с основания С момента хода ледокола 12 лет Люди там работают вахтенным методом 4-4 на 4 То есть 4 месяца они Плывут Ходят Ходят, да Значит, учитывая, что все-таки там Особо с развлечениями не разбежаться Люди на работе Но ты либо читаешь книгу Либо занимаешься спортом Либо что-то пишешь Значит, Оля нашла для себя такое хобби Она рисует Причем она рисует Не на холсте Не на бумаге Она рисует на керамике Когда я зашел в ее каюту Ребят, я обалдел У нее вся каюта Уставлена какими-то тарелочками Вазочками Значит, какими-то поделками Все это Знаете, все это имеет Особую ценность Причем потому что Это сделано там Где никто никогда Этим не занимался И она, знаете Она вдохновившись Моим выступлением Я пришел к ней в гости Снимать ее Все это можно будет увидеть На моем В каюту пришел в гости Ютуб канале Я пришел к ней Она говорит Митя, вы знаете Я настолько вдохновилась Вашим концертом Что расписала вам Расписала вам блюдце Так Я вам его дарю Это настолько было трогательно Настолько мило Настолько я обалдел От этого сюрприза Потому что я не ожидал Что мне кто-нибудь Подарит на атомном ледоколе На самом крупном Атомном ледоколе в мире Расписанное вручную Очень милое Женское блюдце Да Значит, я рассказываю Оля на этом не остановилась Дело в том, что Оле есть старшая дочь Эта старшая дочь Вместе с Олей Закончила заочно Какую-то академию Они теперь Обе с высшим образованием Значит, и дочь В какой-то момент Захотела татуировку Да Вот Оля воспитывает Дочь одна И она говорит Слушай, ну мне как-то было дорого И я решил как-то ознакомиться С практикой Татухи набивать Набивание татух Да И знаете Я нашла людей В Петербурге И когда у меня было Свободное время Я приехала на практику Провела с ними Несколько недель Обучилась Набивать татухи Вы знаете Сначала было сложно Но теперь Но теперь Она лучший тату-мастер В Мурманске Могу вам сказать Она вся сплошь Покрыта татуировками Как настоящий Морской волк Да что там Да что там в Мурманске На ледоколе На ледоколе Совершенно верно Значит Она Она служит на ледоколе Правдой и честью А когда она сходит на сушу У нее уже полная запись Олю ждут На сеансе На Скажите Чтобы Оле что блюдца Что тела Одинаково теперь Абсолютно Поэтому если вам нужно Пожалуйста Это реклама бесплатная Оле с ледоколом Абсолютно То есть Представляете За 4 месяца Она себе набирает Клиентуру Клиентуру конечно Все ждут Потому что Она мастер с большой буквы И у нее нет Отбоя от клиентов Так она может И тарелки так набирать На ледокол На 4 месяца Она так и набирает И все Расписано 4 месяца А то Готовая продукция А там есть у них Выход в интернет Периодичек В интернет К сожалению Его нужно приобретать Это спутниковый интернет Стоит он немало Но для тех Кто знает Как его расходовать Грамотно И реклама Скоро вернемся Селерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Никакого обмана нет Это действительно Мы Майк Войсли С Галина И Мить Фомин И мы уже подобрались В плотную клипу Единственный вопрос Который у меня остался На вершине мира И вершины мира Мне понятно И полярный круг И самый большой В мире Самый большой и мощный Да Ледокол Причем тут балет Расскажи Балет Балет причем И где он Где он Как он Ребят Все очень просто Я как-то Смотрю телевизор И вижу Видео Известного Ирландского Исполнителя Хозьера Который Для съемок Своим видео Пригласил Нашего соотечественника Сергея Полунина Который там Очень красиво танцевал Я так засмотрелся На одного На второго И подумал У меня же есть друг Денис Ротикин Пример Большого театра Суперзвезда Не меньше Чем Полунин Который работает На лучших сценах мира Я позвонил ему И подумал о том Что я должен Снять Дениса В этом видео Потому что Все лучшее сразу Должно быть Как девиз совершенно Да У нас самый большой В мире Атомный ледокол У нас пример Большого театра Понимаете У нас лучшая песня Я позвонил Денису Он даже не стал Меня слушать Он сказал да Ой это приятно Ты знаешь Насколько было приятно То есть я Я так приготовился Что-то им сказать Денису Вот такой вот монолог О том Чья песня Моего любимого Композитора Леши Романова Что там У нас При поддержке При поддержке Росатамфлота Он говорит Да Да Единственное После какого Все-таки слова Привет либо ледокол Так скажем Я уже не помню Я говорю Спасибо тебе огромное Денис Я пришлю тебе сейчас песню Я не прислал ему песню По-моему еще Ее тогда нет Нет она уже была Она уже была Я прислал ему песню Я говорю Ты знаешь Я просто даже не понимаю Как тебя снимать В общем ты должен Что-то там делать Он говорит Мы разберемся Они приехали сначала В Аквастудию Ребят Значит Я сказал На Волгоградском проспекте Это было Вот Это конечно не Арктика Но нам нужно было Показать противостояние Вернее так Метаморфоза Превращение воды В лед Почему ледокол Почему лед Потому что лед Это наше противоречие Лед Это наши трудности Это наши фобии Это наши страхи Ледокол рушит Это в силу любви Которая к чертовой матери Все рушит Между нами людьми Если мы Если мы Если мы влюбим друг друга Если мы в отношениях И вот как раз Денис со своей девушкой Которая тоже является балериной Большого театра Эвелина Элеонора Севинарта Она праправнучка Матильды К Шестинской Да Это супер Это супер дуэт На самом деле И Значит Мы сначала пригласили их В аквастудию На Волгоградском проспекте Сняли их красоту Их такие вот Очень Эротические движения Но они на самом деле Правда получились красивыми А потом мы привезли их В Сочи В олимпийские вершины И они там Уже играли Роли Главных героев Да Получилось супер красиво И на праздновании Премьеры Денис сказал Что действительно Это клип на самом деле Про нас Про нас Про него И про Элю Потому что действительно С появлением этого видео Этой песни Я еще раз убедился в том Что я очень ее люблю И ничего остальное не важно Ну что Смотрим Слушаем А тебя скоро в Большом ждем Алла Герды Видимо На вершине мира Мы с Митей Фоминым Здесь сидим Лиз Галина Майк Войс Я тебя раскусил Митя Я все понял Слава Богу Хоть кто ты меня раскусил Я все понял Митя не понял про себя Когда В космосе Скажи Вот Совершенно верно Когда Миша был Миша смотрит Зрит в корень Потому что Роскосмос Теперь туда придется идти А иначе очень дорого Ну Ребят Я вам не сказал о том Что кстати говоря Так сказать Умеючи И по дружбе Нам удалось проникнуть На ледокол Практически Ну практически бесплатно Учитывая Единственное за что я заплатил Это за пребывание За питание Естественно Естественно За то что На убой Шикарный Абсолютно А что там дают Слушай Ну там Суп Щевелевый Хоч гороховый Борщ Котлеты Рыба Ну единственное Как бы с овощами Чуть-чуть напряженка А в остальном Я могу сказать Что я пропускал ужин Я шел в спортзал Я бегал Потому что я понимал Что если я буду есть Каждый вечер То что дают на ужин Я приеду плюс пять Ну я приехал и так Плюс два Поможете Вот Но тем не менее Значит я хочу Я что-то хотел сказать По поводу А Значит Кто хочет попасть Реально на Северный полюс Ребят Значит Первое Это копите деньги Потому что на самом деле Этот же самый лайнер Победа Победа Да Летом Становится круизным А То есть Действительно в принципе Запись Запись Двести человек Причем Как правило Отбоя нет Еще и очередь Так Неделю он идет Из Мурманска До Северного полюса Проходит Новую землю Шпицберген Смотрит на пищебазары люди На белых медведей На тюлени Там какой-то барбекю Им разворачивают И идет он обратно Единственное Что кусается стоимость Больше миллиона рублей Это все стоит Либо со своим плутонием Просто приходишь Либо со своим плутонием Все, ты заряжаешь Попой Пошли Знаешь, что интересно Ты вот когда говорил Про съемки клипа Ты говоришь Что вот артисты Танцовщики Очень быстро Тебе откликнули А вообще в твоей жизни Вот это часто Что люди так быстро Дают тебе ответ Или приходится иногда Уговаривать Переживать Как-то объяснять Ты знаешь К сожалению Приходится уговаривать Тебе объяснять То есть для тебя это не норма Вот как человек Быстро согласился Уговаривать объяснять Я просто скажу Нет, я бы скажу Ты знаешь Мы хотели сделать пример Этого клипа В парке Зарядье Который специально строили Для людей Как будто бы Да Я прям скажу об этом Сейчас вообще на весь мир Дело в том Что там есть Срединая пещера И она идеально подходила Под премьеру Этого видеоклипа И мы практически Уже договорились Срединой пещерой Но Подождите И мы прямо Мы прямо Расписали Мы естественно Расписали Кто у нас будет Потому что у нас были У нас были бы Представители из Росатом Из Росатом флота Из компании Новотек Селебрити Куча прессы Начиная от первого канала И последним заканчивая И вдруг нам говорят Ой Вы знаете нет Не успели осветить У нас нет У нас просто Меняется руководство Нам это больше не интересно Я говорю Слушайте А как так не интересно Если Если такое знаковое видео Артист снял Отечественный артист Снял клип В отечественном Северном полюсе На самом крупном в мире Атомной ледокоголи Почему нельзя выделить вечер Для того чтобы Пришли Не последние люди В стране Увидеть это видео В ледяной пещере В которой мало кто ходит И так Что вы вместо этого Собираетесь показать Мы уже сделали Мы отказались От проведения Оффлайн премьеры Сделали ее В интернете Обиделись на заряде Потому что Ну как бы Я считаю что это не дело Я считаю что это не дело Потому что Если парк строят Для людей Ну как то надо Идти наверное Навстречу Правда? А в этот день Просто не было ничего Просто сэкономили Электричество Ничего не было вообще Выключили соль Не знаю что там выключили Не знаю что там выключили Но дело в том Что мы бы Мы бы это Осветили С самых разных сторон Вот бы нам эту историю До выборов рассказал Вы о том что ты После Ох Осветим Нашей рекламой Друзья Поехали Митя Фомин Обращаюсь к тебе Скажи пожалуйста Ты когда нибудь Вел новости? Ну вот сейчас Я готов это сделать Я так хочу Чтоб ты не уходил Понимаешь Нет Ты хочешь Я проведу тебе новости Еще час здесь Посидишь с нами Час Да Час Если вы будете ставить Только мои клипы И песни Я посижу Это будет последний Мой час Приседите ли вы час Да Приседим ли мы час Митя Какие у тебя вопросы Да у меня много вопросов Слушай На самом деле Еще один повод классный Давай 8 декабря У тебя будет концерт Совершенно верно Вот расскажи о нем Там тоже такая миссия целая Мы делаем Я делаю как правило Предрождественские концерты Три года минулось С тех пор Как мы стали делать акустику На самых разных площадках Мы ездили по стране И в этот год Не исключение 8 декабря В аптекском огороде Ботанического сада МГУ Я очень люблю Я очень люблю Необычные площадки Играю свою Традиционную Но для меня Нетрадиционную акустику Потому что Конечно Меня до сих пор Не ассоциирует С музыкой серьезной То есть Ну Все привыкли К моему Попа амплуа А там Абсолютно другой артист Появляется на сцене С тремя гитаристами С перкуссионистом И Поет несколько Другие песни Под другое настроение Но тем не менее От этого концерт Становится еще более интересным Потому что я общаюсь с залом Я отвечаю на вопросы Мы вместе компилируем программу И в этот раз Это будет тоже непростой концерт Почему? Потому что он проходит Под эгидой Благодарительного фонда Линии жизни С которым мы уже сотрудничаем Не один Мне кажется Десяток даже лет Ну лет как 15 Наверное точно И за это время Я как представитель Как амбассадор этого фонда Вместе со всеми остальными Собрали не один Мне кажется Не одну сотню тысяч долларов На нужду Тяжело больных детей И собственно Все деньги От продажи билетов От этого концерта Пойдут Именно в этот фонд Лично я не получу Ни копейки за него Поэтому я Знаете Я обращаюсь с требованием веры С просьбой о любви Поддержать этот концерт Потому что Это Не в карман артисту Это не для того Чтобы я снимал клип Или понимаете Или все думают Как-нибудь там Безбожно дорого Отдыхал где-то Не дай бог На ледоколе На ледоколе Нет Это делается для того Чтобы кто-то Кто-то из нас Еще раз улыбнулся И пошел Своими ногами Понимаете И застучал своим сердцем По этой жизни Поэтому Восьмое декабря Друзья Аптекарский огород И это знаете Еще чем будет Необычно Это целая миссия Зима Москва Холода Одинокие годы А внутри В теплице Тропики Тропики Сочи Да какой Сочи Прям Сейшелы бери Нормально Да Ты знаешь что Ты знаешь что А я на Сейшелах Не был тоже Спасибо Митя Спасибо Я не был на Сейшелах Но в Сочи Я был тоже Значит А там Кулья даже стоит на почве То есть там нету То есть Понимаете Ощущение что ты сидишь Единственное что Может быть чуть-чуть Надо будет Приодеться Там свети рук Но в принципе Плюс 18-20 Внутри Я вам гарантирую И хорошим Там все очень хорошо Мы Там шикарно Там шикарно С Аптекарским огородом Там круто И там очень классная Такая атмосфера Там супер Для концерта Вообще шикарно Ты напоследок Единственное Вот у меня только Один диссонанс Незакрытый Вот знаешь Надо закрыть Ишталь Скажи пожалуйста Ты все-таки Ледокол-то снял в марте Да А презентация была В день рождения президента Ты скажи Это подарок был Это специалика Или подожди Или это было К открытию ледокольного сезона Так сказать Он там все-таки Начинается чуть-чуть раньше Могутис Да Но ты знаешь Пресс-служба Кремля Никак не отреагировала На эту премьеру Я думаю Учитывая Что это был День рождения президента Я думаю Они нашли Чем вообще заняться В этот день Но я могу сказать Что учитывая Что в этом клипе Фигурировали Крупные компании Российские крупные компании Конечно Он не пошел Незамеченным Я это делал Не потому что Я хотел кому-то угодить Ни в коем случае Я это сделал Просто с помощью тех Кто мог Этому соблаговолить То есть Кто сделал это возможным Я благодарю Все тех людей Которые имели К этому отношению Так огромное количество людей Которые не имеют Отношения к шоу-бизнесу Что они Дали зеленый свет Что они поверили артисту Вот как раз Тот самый случай Когда не нужно Никого уговаривать И упрашивать Потому что Потому что Все видят Что я хотел делать Новую песню Какую-то красивую Новую историю Про нашу страну И про любовь А это очень важно Ну давай И я уже Делаю тоже тебе В этом смысле комплимент Мне кажется Это даже ты им больше был нужен Я не удивлюсь Если где-то Знаешь В высоких кабинетах Лиз А вот В Кремле Строгим голосом спросили Вы что делаете Для популяризации Так сказать Так как что Вот с Митей Фоминым Клипы снимаем Смотрите С ледоколом Все Слушай Сейчас у тебя Госкорпорация будет выходить Росатом Роскосмос Понимаешь Представляешь Ты будешь таким Амбассадором А если вдруг К нас обратиться Что делать Либо с умными Либо с красивыми Да Слушайте На самом деле На самом деле Хочется конечно Я вам скажу честно Я на каждом своем концерте Говорю следующее Что вы знаете Когда я пою песню Все будет хорошо Я спрашиваю А смотрите ли вы Новогоднее обращение президента Естественно Все говорят да Вот Даже если не смотрели Даже если не смотрели Я говорю Слушайте Вы знаете Хочется Чтобы наш президент Просто Вместо своего Многообещающего налога Который конечно Имеет место быть Каждый Новый год Он скажет следующее Уважаемые россияне Как поет известный Российский певец Певец Медифамин У нас все будет хорошо И больше ничего не надо Причем начнет Ла-ла-ла-ла-ла Все будет хорошо Это важно Да Именно так Ой круто Слушай Ну молодец ты А что делать Хорошего расположения духа Так раз Ивенш Час пролетел Час пролетел А нам еще смешали Читать новости Пробки и погоды Понимаешь Да Последний мой час На стране Спасибо тебе за сотрудничество Спасибо Один раз с Митей Понимаешь провел эфир А у меня был четвертый Пятый, шестой Зато какой час Спасибо тебе огромное Спасибо за приглашение Спасибо что вы меня поддерживаете Без Без всего Платно Да Митя Творческих успехов Ждем тебя в космосе Спасибо И кайфуй по жизни Вот так же Это звучит Love you baby Спасибо Заряжает Всем прекрасных выходных Митя Фомин был с нами Спасибо